Спустя шесть лет выйти к своему зрителю на сцену городского дворца культуры. Здесь, конечно, появились современные проекционные экраны, но ощущение сценической площадки совсем не изменилось. Как, впрочем, сохранил свою теплую семейную атмосферу, танцевальный коллектив, где поставлены первые опа. Прошло взросление, свои аплодисменты и успех, которые дороги каждому артисту. Илья Малыга выпустился шесть лет назад, но разве можно разорвать семейные узы? Тем более, когда в Полесской Зорочке танцует его брат, Назар. И это тот редкий случай, когда оба брата на сцене. Я выпускник Полесской Зорочки. Закончил ее, по-моему, лет шесть назад. Но приехал поддержать Елену Петровну на отчетном концерте с выступлением. У меня есть брат, который тоже пошел в коллектив, тоже выступает в сольных ролях. Иногда, когда он спрашивает какой-то совет, братской обязанностью является дать его. А Полесская Зорочка для нас является семьей, второй семьей, которая всегда в сердце и всегда с нами. Я считаю, что Полесская Зорочка для меня уже как семья. Пришел я сюда, потому что занимался здесь мой старший брат. Я думаю, что когда брат на сцене, и я тоже с ним, мне полегче танцевать. Здесь первая пара изучивают раньше, чем каллиграфию в школьных тетрадях. Тот же Илья Малыгов коллектив пришел в четырехлетнем возрасте. Самому юному артисту этого концерта еще на год меньше, чаруя своей детской непосредственностью. Но впрочем, конечно, есть и артисты постарше. Как говорится, танец любому возрасту подвластен. В хобби-классе Полесской Зорочке занимаются танцоры кому за 70. Для них отчетный концерт тоже своеобразный экзамен. Так уж получается, что отчетный концерт по итогам сезона это скорее попури. Лучшие номера, что за прошедший танцевальный сезон оценил не только мозорский зритель. Артистов Полесской Зорочке аплодисментами в уходящем сезоне встречали во многих городах Беларуси. Выступали юные звездочки и в Москве, в колонном зале Дома Союзов. Мы подводим итог нашего года. Он был очень насыщенным, у нас было очень много выступлений. Мы вновь покорили Москву со своими танцами. Мы показали на нашем концерте много танцев, которые получили свою новую жизнь. Мы показали новые костюмы. Мы рады показывать нашим зрителям свою жизнь, показывать, как мы танцуем, развиваемся. У нас много достижений новых появилось. И мы очень благодарны всем, кто сегодня поддерживал нас бурными аплодисментами. По итогам этого года этот год выдался очень продуктивным. Мы побывали в Москве. Также в этом году мы усовершенствовали свои навыки. Узнали что-то новое для себя. И, как всегда, помогала наша полетская зорочка. Она считается для нас семьей и домом, который помогает нам развизбаться, помогает учиться чему-то новому. По-семейному дружный танцевальный коллектив с женским взглядом на мир, что предполагает, конечно, социальную миссию. Дарить красоту искусством, прививая характер, этику, уверенность в себе. Художественный руководитель коллектива Елена Петровна Руденко – активист Белорусского союза женщин. Ну а здесь, на сцене, она еще и учитель. Где, как ни в большой дружной семье, в танцевальном коллективе, которым руководит Елена Петровна, свершаются все чудеса. Задуманно исполняются чудеса. На самом деле, это их детей творчество, детские победы, радости, огорчения. Это все одна большая дружная семья. Сколько труда вложено Елене Петровне, знаю ее как самого активного педагога, не только на нашей Мозырщине, ведь наши дети где только не бывают. Ни одно мероприятие не обходится без участия Полесской Зорочки и Фарбы Полесе. Вы знаете, я горжусь тем, что есть, работаю с такими рядом людьми. Более 30 лет назад в Мозырском центре творчества детей и молодежи был создан хореографический образцовый коллектив «Фарбы Полесе». И он стал продолжением творческого пути ансамбля народного эстрадного танца «Полесская Зорочка». Плечом к плечу продолжается это сотрудничество наших коллективов и результатом его является множество дипломов, наград, званий и достижений. И история этой дружбы создается большими яркими творческими проектами, например, такими как сегодня. Экзаменационный концерт творческого сезона, конечно, этот сезон не заканчивает. И покидая сцену, настоящий артист едва ли перестает быть артистом за кулисами. Впереди новые творческие номера, репетиции и летние гастроли. И если артист говорит «до новых встреч», то эта встреча обязательно состоится. Вячеслав Приписнов, Телеканал Мозырь.